Нешуточные страсти разгорелись между администрацией Мурманска и жильцами дома номер 30 по улице Декабристов. Людей принудительно заставляют покинуть свои квартиры, ведь здание представляет опасность для жизни. Аварийную деревяшку в скором времени планируют расселить, но собственники отказываются покидать свое жилье. Дом под номером 30 на улице Декабристов признан аварийным еще в 2015 году. Но до недавнего времени расселить жителей деревяшки было невозможно. Точку в этой истории поставила экспертная комиссия, по оценкам которой здание в любую минуту может разрушиться. Собственников сначала попросили съехать из опасных квартир, а потом поставили ультиматум. Для перевозки горожан в пункты временного размещения направили микроавтобус. Помимо всего прочего на территории двора для охраны имущества дежурят полицейские. В течение трех дней забрать вещи. И куда их можно забрать? У меня трехкомнатная квартира. Я поеду в 6 квадратных метров. У меня 54 квадрата площадь. Двое детей. Мама инвалид. И как я? Куда поеду? Основной вопрос, волнующий жильцов, таков. Почему именно декабристов 30 принялись так срочно расселять? Ведь в Мурманске есть дома гораздо хуже. По словам собственников, у дома никогда не было серьезных проблем. Еще год назад комиссия осмотрела его и сказала, что особых проблем с конструкцией дома нет. Жить можно. Тоже здесь у нас полы все новые. Мы поменяли полы. Ремонт у нас в квартире сделано. У нас не ломается. Потолок не рушится. Вот все. Отопление? Отопление у нас есть. Да. Нормально? Да. Несмотря на это, экспертиза признана, что есть угроза обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома, вызванное воздействием паводковых вод. Сейчас в связи с весенним периодом, в связи с обильным таянием снега, у этого дома с 24 апреля наблюдались очень серьезные деформации, которые превышают допустимые. Всем жильцам аварийного дома предоставляется возможность переместиться в полностью оборудованный для жизни пункт временного размещения. В дальнейшем будет решаться вопрос о предоставлении этим людям маневренного фонда. У города в связи с последними событиями, с маневренным фондом непростая ситуация. Мы это не один раз обсуждали со средствами массовой информации. Но я напомню. Во-первых, взрыв газа на зеленой 78, это целый подъезд. Напомню, пожар на Володарского 10, взрыв газа на Свердлого 6, поэтому дробь 1. Поэтому ситуация непростая, но мы будем делать все, чтобы максимально быстро предоставить людям маневренное жилье. Постепенно городские власти обещают перевести жильцов из маневренного фонда в новые квартиры по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Однако основная проблема состоит в том, что действие программы закончилось и реализация проекта вновь начнется как минимум летом этого года. Но представители администрации держат ситуацию на контроле и регулярно встречаются с собственниками квартир аварийного дома.